Красота неописуемая. Это Которский залив. Сегодня у нас 3 октября. Тепло невероятно. Ходим в шортах, футболках. Едем по Ловчинскому серпантину до поселка Негуш и хотим сходить в небольшой поход. Приехали в деревеньку Кнеждо. Она такая подзаброшенная. Решили оставить здесь машину и вот дальше идет наша тропа. Мы идем в Пестинград. Погода чудесная. Смотрите какие облака красивые. А этот круг у каждой из семьи всегда был. Как у племени у целого. Они тут собирались для различных мероприятий. Тут же объявляли о рождении сына. Стреляли. Смотрите кто-то подпалил сено. Зачем-то. Крышу новую положили. Значит кто-то на выходные приезжает. Или что-то там хранят. Возможно используют как летнюю такую дачку. Домики сегодня. А раньше здесь люди жили. Это старое строение. Только начали наш поход. И уже красивая панорама на Негуша. Кстати Негуша состоит из девяти поселений. Раньше жили отдельные племена здесь. И вот самое первое, когда туристы въезжают. А сейчас здесь строит русский человек. Эко-поселение. Я надеюсь, что деревня возродится. Потому что сегодня она практически вымершая. Одни старики поставались. Молодежь, детей нет. Убе школы закрыты. Я вот думаю про диких зверей. Они же должны быть здесь. Это же национальный парк. Очень популярный. Так много людей ходят. Аж одного увидели. Вот следующие указатели. Пестинград. Смотри, есть еще какой-то маршрут. Джеринский вырх. Вершина 1098. Это не очень интересно. У нас остался 100 метров 35 минут. Нам вот по этой тропинке. Вот идем, идем мы этой тропинкой. Встречаем этот заброшенный дом. Представляете, как они его вклеили сюда. Ага, точно. Осенние краски играет. Кстати, есть две тропы до Пестинграда. Мэпсми показывает одну. А указатели на нашем пути показывают другую. Но по факту можно выбрать любую из них. Она все равно приведет в нужную точку. А еще, знаете, что здесь приятно? Можно шиповничка для чая нарвать. Обычно я вот на таких деревьях вешал гамак, накрывал тент и так вот на дереве нечевал, когда уходил. Это было давно до появления меня в его жизни. А вот там, смотрите, на скале какое оранжево-салатовое дерево. Дошли вот до нескольких пригорков. Отсюда уже видна пешая тропа. Котор Негуши. Которскую крепость даже вон вижу. Вот она, вершина. А Котор еще не виден. Надо как-то найти точку, куда нам забраться. Отсюда видна часть залива. Посрединке это острова напротив Пираста. Здесь Тивот. Там открытое море за полуостровом Луштица. Дорогу нашли, но она какая-то страшная, как по мне, вдоль обрыва. У любого туриста самое приятное в походе это, конечно же, привал. Привал у нас вот так выглядит. Вот так. Ну и уже съеденные бутерброды и выпить чай. Нашли пещеру. Да? Люди или животные? Наверное, люди. Теперь узнали, что это за местечко. На карте это обозначено как старая Черногорская граница. Когда-то здесь была граница Австро-Венгрии либо Венецианской республики еще ранее из старой Черногории. Колодец. Ого! Ой, водичка. Глубоко, да? Прекольно. Там на домике написано, кто первый промаркировал этот маршрут к Пестинграду. Так зовут этого человека. Везде идет маркировка. Вот такие вот красные с белым кружочком. Поэтому заглудиться тяжело. Вот это здание было границей старой Черногории. Только в конце 19 века страна получила независимость, получила на море город Барр и Ульцинь. А Букокоттерский залив достался только в Первую мировую войну после нее. Поэтому долго территория Букокоттерской принадлежала другому государству, хотя жило в основном сербское население. Представляете, здесь когда-то охрана сидела. Вернулись в нашу деревню. Она называется Крыстац. Вот там как раз русское поселение новое. Машинка наша вот здесь внизу у круга. Вот здесь вот. В общем-то это есть уже начало Негуша. И мы поедем вот в левую сторону, где живет прекрасный мужчина по имени Божия. Поедем к нему на кофе, пришут. Очень хотим рак и вино взять. Всем советую, координаты телефон напишу внизу под видео. Продолжение нашей прогулки по горам проходит в Негушах с пришутом, сыром, колбаской, молодым сладеньким вином и виноградом прямо вот отсюда. Видите, как он красивый. Андрей кайфует. У Божия всегда самый-самый лучший пуршут, самый свежий. У него очень много цветов здесь. Хотя мужчина разведенный, но у него очень красиво. А здесь вот перед нами коптильня. Сейчас попробую показать вам. Там типа магазинчик у него есть и вакуумная установка, и слайсер, поэтому можно нарезать запах тут стоит невероятный. Колбаска видна, а вот ноги паршюта сами. Это задняя нога свиньи. Моя коптится примерно с ноября по апрель май месяц. Подвешивается сюда вверх под потолок и коптится. Сейчас покажу вам самого Божья. Божья, кстати, у нас звезда российского телевидения. У него в этом году два раза приезжало телевидение снимать именно его. Да? Звезда интернета будет. Вот, видите, мы находимся здесь, в Негушах. Котор здесь, Будва здесь. у него можно купить также мед. Он его не сам делает, его знакомые. Это, кстати, меч. И тут есть две метки на этом мече. Сейчас не видно. Это значит две турецких головы было убито. Различные раки, вино. Вино очень вкусное, особенно беленькое мне нравится. Прошут уже идет в вакууме. он может при вас нарезать, завакуумировать, как захотите. Можете купить в ноге. Вот колбаска. Пришли в святая святых. Боже, посмотрите, что здесь будет. Можно я открою, да? Вот этот жмых виноградный уже идет на ракию. Так что, ребята, кто хочет натуральную, вкусную, лечебную ракию, приезжайте к Боже. Еще вон, видите, сколько много. И коликолитра добежь или тонны. Да, ракия. Тонну? А вот сам аппарат. похож на наш самогонный аппарат. Видите? Здесь вино, видимо. Прикольно. Сам домик, где он живет. Виноград он покупает. Сорт вранос, известный вам. Вне гушах мало. Растет виноград. Это достаточно прохладная деревня. тонна? Один процесс происходит 4 часа, он говорит. 30 литров, да? Да. То есть 4 часа тратит времени 30 литров раки и 250 килограмм этого же маха. А как долго стоит? Ну, колику там 2 недели. Пятна из дана, да? Мы рано приехали, слышишь? Слушай, а позвони нам и приедем. Я никогда не видела как это делают. Я никогда не видела, никогда не видела, что-то не видела, не видела.